Здравствуйте, дорогие ученики! Добро пожаловать на пятый урок. Сегодня мы на пятом уроке с вами познакомимся и поработаем в программе LEGO Digital Designer. Итак, включаем программу. У нас с вами открываются три вкладки. Выбираем здесь любую вкладку и нажимаем кнопку «Создать». С левой стороны вы видите, что у нас есть детали, где вы можете ширину увеличить и посмотреть, что детали удобно, когда мы ширину увеличиваем. Вставляем наш с вами деталь на нашу рабочую область. Деталь мы можем посмотреть с разного ракурса, то есть сверху, снизу. Можем вставлять рядом детали. Но когда мы вставим детали, вы увидите, что неудобно, то есть он не вставляется. Поэтому смотрим с другого ракурса и вставляем рядом наш с вами деталь. То же самое сделаем и в следующем детале. Итак, сегодня мы с вами поговорим и поработаем с инструментами. Первый инструмент – это наш формыш. Второй инструмент – это копировать. Он позволяет создавать копию. Когда вы нажимаете на деталь, автоматически создается копия. Третий инструмент – это поворачивать. Давайте создадим человека. То есть выбираем сперва ноги, тело, а также голову. Выбрали. Выбрали голову, вставляем. Третий инструмент – поворачивать. То есть он нам позволяет поворачивать наш с вами детали. Нажимаем на него. На наш с вами поворот. Выделяем. И можем его поворачивать. То есть руки сейчас в данный момент мы поворачиваем с вами. Можем ноги. Можем полностью человека поворачивать. Сделали вот бегущего человека. Следующий инструмент. Так, соединяет наш с вами детали. Давайте сперва. У нас очень много открыты были детали. Нажимаем с левой стороны скрыть. И так, вставляем нужные нам детали. Смотрите, синий деталь мы должны соединить с черным. Что мы делаем? Мы выделяем синего сперва. И показываем, куда мы именно хотели эту деталь соединить. Нажимаем. То есть видите, он нам с легкостью соединил. Например, мы хотим сверху соединить. Нажимаем на область, где мы хотим соединить. И этот инструмент сам соединяет как бы детали. Следующий инструмент называется изгиб. Для этого мы открываем инструмент. Возле инструмента обязательно должен быть знак изгиба. Взяли деталь. Нажимаем на инструмент изгиб. И вы видите, что ваш деталь может изгибаться. Так, соединяем две детали с помощью нашего изгиба. Так, сейчас, кажется, не получается. Расстояние большое. Так. Приближаем друг к другу. Вот красная деталь. Приблизили. Но все равно не соединяется. Так, посмотрим с другого ракурса. Видите, что желтый деталь находится очень далеко. Приближаем. Выделяем наш с вами инструмент. И мы можем сгибить, соединить. Следующий инструмент это у нас заливка. Заливка может менять цвет наш с вами детали. Нажимаем на правую кнопку и выбираем, который нам нужен цвет. А также мы можем поменять и человечек, например, голову, тело и ноги. Вот так работает этот инструмент. Следующий инструмент скрыть. Он не удаляет, а скрывает детали с рабочего области. Чтобы все обвернуть на правую кнопку нажимаем на человека глаз и вот появляется обратно. Следующий инструмент это у нас удалить. То есть он удаляет детали с рабочего области. А также вы можете использовать кнопки вперед и назад. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...